Добрый день дорогие зрители канала Садовый мир. Сегодня мы продолжаем наш разговор об неприхотливых цветочных культурах, которые гарантированно дадут отличный результат даже у начинающих цветоводов. Ну а опытные, как говорят цветоводы-любители, как я еще называю наш отряд цветонутых, конечно, давно взяли на вырубжение такие отличные цветочные культуры, которые выступают и как моно-посадки шикарно и становятся отличными компаньонами для других многолетних культур, которые растут в нашем саду. Это лобелия, алисум и, конечно же, виола. Давайте сейчас остановимся на этих группах немножко поподробнее. Давайте начнем с виолы. Многие знают ее под народным названием Анютины глазки. Есть цветы, из которых не служит букет, но они бесконечно прекрасны. Море радости, счастья вам дарит в ответ это чудо Анютины глазки. Попробуйте хоть раз вырастить их на своем участке и вы не сможете от них отказаться. На самом деле эти цветочки они двулетние, но мы часто их выращиваем как однолетники через рассаду. Мы с вами осенью провели эксперимент, точнее для нас этот эксперимент именно в онлайн режиме, а так часто мы делаем все виолы в августе месяц, где-то в конце июля. Они у нас развиваются в рассаду, отлично зимуют с минимальным укрытием под снегом и, соответственно, весной уже дают первый результат цветения. Большую часть виол я буду выращивать в том числе традиционным рассадным способом. И сегодня хочу немножечко подробнее остановиться на интересной серии Соблазн от агрофирм Партнер. Это очень интересный гибрид виолы рогатой и витрока, то есть соединила все полезные свойства этих двух видов виолы. Получаются очень выровненные, компактные кустики кустовой виолы с тенденцией именно к многолетнему росту. Соответственно, если мы эти растения оставим под зиму, они имеют, скажем так, способность восстановиться после выхода из-под снега и порадовать нас первыми цветами. Чем же хороши эти красавицы? Они формируют очень выровненный, компактный куст, сплошь покрытый шапочкой цветов. Каждый такой кустик, он не разваливается, не пускается в какие-то боковые, скажем так, ветвления, а именно сохраняет компактную букетную форму. А посмотрите, какое разнообразие окрасок! Я выбрала только три из каталога, потому что я понимаю, что у меня будет масса цветов, и выбрала для пробы вот такой замечательный влюбленный эльф. Посмотрите, какое аппетитное название, романтичное. А окраска цветов нежных акварельных оттенков просто влюбляет с первого взгляда. Ярко выраженный желтый глазок, ярко-желто-медового цвета, который словно растекается в более светлые оттенки, и по краешку лепестка обрамляется, знаете, такой розовато-лилово-лавандовой дымкой, и, соответственно, каждый цветочек с какими-то нюансами. К нему в компанию выбрала из этой же серии соблазм от агрофирмы «Партнер» золото небелунгов. Чудесная виола кустовая именно с этими же самыми признаками с компактным кустом, сплошь покрытые вот такими ярко-желтыми цветами. Посмотрите, золото, говорит название само за себя, теплые желтые оттенки, нежные лепестки, которые сплошь будут покрывать эти цветочки яркий кустик. Очень хороши эти виолы именно в компактных таких посадках в виде, в том числе, букетных миксов. Если вы выбираете, например, несколько сортов либо гибридов виолы различных окрашенных, то золото небелунгов отлично впишется с другими собратьями более, скажем так, холодных оттенков в том числе, либо более теплых ярко окрашенных виол. Именно можно сочетать по фактуре цветка с крупноцветковыми, либо, например, тоже серий соблазм взять другие ярко окрашенные цветочки. И еще посмотрите на десерт, я вам предлагаю вот такой вот грильяж. Это название виола из серии соблазн. Цвет просто непередаваемый. Посмотрите, насколько он яркий. Серединка такая светло-желтая, с яркими штрихами, переходящие в терракотово-коричневый оттенок, слегка высветляющиеся именно к периметру лепесточка. А верхние лепесточки из цветка тоже с такими теплыми оттенками лавандового и фиалкового цвета. Настоящая красавица. Отдельно хочу остановиться на двух трепетных красавицах из фирменной серии танго-манго, а также фирма партнер. Это виола бахромчатая, болеро и румба. Посмотрите, какие восхитительные красавицы, ярких оттенков. Я выбрала только два гибрида, но вы можете себе ни в чем не отказывать и взять к ним в компанию еще других оттенков. Чем же хороша серия танго-манго? Дело в том, что это чудесная и ярко выраженная выровненность кустиков. Виолы абсолютно неприхотливы и идеально созданы специально селекционерами для выращивания в контейнерах, подвесных корзинах и в том числе для городского озеленения. А это значит, что они будут максимально устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, выдавая просто потрясающий декоративный эффект. Чем отличается бахромчатая виола от всех остальных? А дело в том, что у нее цветочек не просто воронка, а словно пачка у балерины с махровым красивым гофрированным краем. Посмотрите, какие яркие цветы. И еще форма лепестка, конечно, импонирует. Эта виола будет радовать вас, начиная с самого начала сезона и до глубокой осени, когда ее, скажем так, просто запорошит снегом. Чем хороша виола, она хладостойкая культура, поэтому до самых холодов она будет вас радовать непрерывной волной цветения. Еще танго-манго хороша тем, что создает прекрасные композиции именно в контейнерных посадках. Можно комбинировать эти виолы между собой, создавая какие-то колористические эффекты, а можно использовать монопосадки. Таким образом, глаз будет просто отдыхать на равнине вот этих вот красивых сочно окрашенных цветов. Румба, посмотрите, яркая, роковая красавица с желтым ярким глазком. Слегка затянем ее на середине, а дальше идет, словно, небольшое размытие в сторону фиолетового оттенка гофрированного красивого вот края, словно яркая юбочка у танцовщицы. А к ней в компанию я взяла вот такую вот виолку болеро. Посмотрите, здесь уже более мягкие акварельные оттенки сочетаются именно с красотой строения самого цветка. Лепестки, вот это гофре нежно обрамляют яркую серединку. Посмотрите, на одном и том же растении будут небольшие вариации в цвете, и производители акцентируют на этом внимание. То есть уже на пакетике можно посмотреть, какой цветочный результат можно добиться уже непосредственно в самом сезоне. Вы спросите, когда мы будем сеять наших красавиц на рассаду? Я отвечу без утайки. Где-то вторая половина марта. Дело в том, что у своих красавиц я буду выращивать в открытом грунте. У меня есть небольшая приподнятая грядка в виде шестиугольника трехъярусной. Вот туда я свои красавицы и буду высаживать. Цветоводством мы занимаемся в Нижегородской области, а у нас весь май это угроза возвратных заморозков. Хотя стойки похолодания для виолы нипочем, но торопиться вот именно с более ранним вращением рассады я не буду. Дело в том, что у меня большой план вращивания по цветочным культурам, и каждому свой срок и свое место. Я думаю, что мы все с вами уже в самом сезоне, внимательно рассмотрим и каждой красавице уделим свое внимание. И я думаю, что она меня не подведет, поскольку виолу я очень люблю и выращиваю самую разнообразную. Я думаю, что кустовая действительно это тот яркий мазок на клумбе, который будет беспрогрешно работать в течение всего сезона. А теперь перейдем к следующим нашим красавцам. Это алисум и лабелия. Хочу обратить более пристальное внимание на эту цветочную культуру. Алисум мазкой. На самом деле, эта цветочная культура идеальна просто для создания ковровых посадок. Если у вас есть розарий с довольно редким расположением кустов, и неудобно засевать остатки промежутков между кустами газоном, либо делать подсыпку, посадите алисум. Он очень быстро нарастит массу, быстро зацветет и практически до самых холодов, даже до морозов, будет сохранять свою декоративность. Самое главное, он будет прикрывать корневую систему многолетних цветочных культур, избавляя их от пересыхания. Вроде как настоящая живая цветочная мульча. И в то же время, благодаря быстрой скорости роста, достигается потрясающий именно эффект. В этом году у меня алисум был во входной зоне, обрамлял, скажем так, край бордюра во входной зоне по направлению от ворот к дому и просто создал потрясающий эффект. Я для нового сезона выбрала две сочные окраски из каталога производителя. Истер Боннет Дип Роуз, ярко вот такого ягодного оттенка. Посмотрите, какая ярко-румяная красавица. И к ней в компанию Истер Боннет Дип Пинк, нежно-розового цвета, с небольшим, скажем так, оттенком в ягодные такие вот оттенки, клубнично-вишневые, и с немного высветленными цветочками. Поэтому вот такой колористический эффект можно добиться очень шикарной, комбинируя растения между собой. Чем хорошо выращивать алисум? Его можно выращивать как и для использования в контейнерных посадках, и для украшения клуб, и в том числе облегчить себе труд, посеяв его непосредственно в открытый грунт, где-то в конце апреля, в мае он у вас успеет нарастить массу. Либо через рассадный, способ где-то в конце марта, именно для контейнерных посадок, чтобы он у вас успел развиться и дал именно тот декоративный эффект в массе, в том миксе, который вы подберете к нему в компанию. Если вы спросите, кто украсит каменные садики, робатки, бордюры, и в том числе создаст каскад яркого цветения именно в каких-то групповых посадках, в том числе свешиваясь с края, допустим, какой-то цветочной террасы, я вам отвечу. Выбирайте каскадную лобилию. Я в этом сезоне выбрал два ярких цвета. Посмотрите, каскадная лобилия Riviera Blue Eye, но название говорит само за себя, ярко-насыщенного синего цвета с ярко-белым глазком. И еще лобилия каскадная Riviera Rose, насыщенно-розово-фуксивого такого цвета. Я специально придумала свой цвет для того, чтобы вы понимали оттенок. Чем хороша такая лобилия? А дело в том, что она именно малоуходная. Ее не нужно формировать. Она сама разрастается пышным каскадом. В том числе она несорная. Отцветшие, скажем так, лепестки цветов, они удачно сразу маскируются за новой волной расцветающих бутонов и новых побегов. Она очень быстро разрастается, формирует пышный куст. У вас не будет какой-то лысой середины в посадках, потому что она именно такой шапочкой нарастает и уже дальше, если есть возможность свешиваться, формирует красивый каскад вот таких вот цветущих побегов. А самое главное, она неприхотлива. Можете ее выращивать именно рассадной формой, только не сейте слишком рано, потому что она развивается достаточно, скажем так, спора. И поэтому не требует каких-то, скажем так, дополнительных вложений в плане размещения на подоконнике именно в конце зимы, когда у нас идут в рассаде именно такие вот прихотливые овощные культуры. Ведь цветочную рассаду тоже нужно вырастить с любовью и заботой. А вот такую красавицу мы можем с вами посеять уже в конце марта, весь апрель, и она успеет отдать цветение яркое и пышное уже в течение сезона. Я ее выращиваю, вот эту лазбелью, уже много лет, нисколько не разочаровалась. Каждый год пробую какие-то новые оттенки, но всегда, всегда беру насыщенно синего цвета с голубими оттенками. А в этом году беру еще и розовую в компанию, потому что у меня также фермопартнер будет еще много циней. Мы вам покажем их в сезоне. И вот именно пока кустики цены нарастают, в бордюры к ним можно пустить вот такую красавицу, лабелю каскадную, именно розового оттенка. Она отлично поддержит именно цветовую гамму и создаст именно то настроение, которое мы будем добиваться. Напоминаю, сегодня в нашем обзоре я вам рассказала о малоуходных, красивых и очень эффектных цветочных культурах, которые украсят ваш сад с минимум, скажем так, затратами по времени и силам по уходу за ними. Это лабели каскадные Riviera Rose и Riviera Blue Eye. К ним в компанию в розовой посадке мы взяли Алису Морской, Easter Bonnet Deep Pink и Easter Bonnet Deep Rose. И еще виолы, трепетные красавицы из серии Соблазн. Это золото Нибелунгов, Грильяж и Влюбленный Эльф. Вот такой вот сочный, красивый, нежный красавица. И еще две красавицы, трепетные из серии Танго Манго. Виолы бахромчатые, это Румба и Болеро. Настоящий цветочный танец и многообразие ждет нас в новом сезоне. Мы обязательно в свое время, когда будем сеять их на рассаду. О некоторых моментах и тонкостях обязательно вам расскажем, сориентируем вас по срокам и, соответственно, покажем результат. Уже с терпением жду, когда растает снег, который так обильно у нас выпал. И жду, когда мой сад расцветет вот этими нежными и яркими красками.